Время в середине 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 Ну и, наконец, как сделать так, чтобы это было интересно самому педагогу. Потому что на самом деле, что позволяет делать психология? Во-первых, психология помогает выстраивать взаимодействие с детьми, причем с детьми определенного возраста. Потому что психология дает ответ, как развивается общение у детей в той или иной возрастной группе. Безусловно, без этого учета совершенно невозможно строить вот это взаимодействие эффективно. Здесь нужно понимать и знать, что некоторые находки, которые использует педагог, они отчасти, конечно, связаны с творческим началом в работе педагога. Но обусловлены, мне кажется, эффективность и оптимальность разных решений воспитателя все-таки обусловлены знанием особенностей детей дошкольного возраста. Я позволила себе привести такую юмористическую фразу, историю про тихий час. Но здесь же очень видно понимание некоторых детских особенностей в старшем, например, дошкольном возрасте. Когда прямой призыв детей ложиться и засыпать спать, он бывает малоэффективен. Вы сами наверняка это лучше меня знаете. А некоторые педагогические находки, основанные на знании и понимании возраста, позволяют, почему-то это называется хитростью воспитателей, с моей точки зрения это проявление таких психологических знаний возраста, находить какие-то оптимальные решения. Я знаю, что в этой сложной проблеме укладывания детей спать используются разные средства и способы, но они сплошь и рядом построены на именно специфике возраста. И очень важно, чтобы педагоги давали отчет себе в этом, что их решение продиктовано каким-то глубоким пониманием этого возраста, психологией детей этого возраста. И еще для иллюстрации я хочу вам показать один эпизод. Да, это серия про Машу и Медведя. Я вот тут знаю, что мое отношение к этому мультфильму, особенно к первым сериям, сейчас уже довольно много серий в этом сериале, я бы так сказала, расходилось с мнением Елены Олеговны Смирновой. Мне авторские находки в этом мультфильме очень нравятся. Я не уверена, хотя не могу сказать, наверняка не знаю, были ли люди в числе создателей этих сюжетов с психологическим образованием. Ну вот, к сожалению, я не могу показать, но вы можете вспомнить или посмотреть. Это серия Маша и Медведь. Таких серий много, где есть эти интересные психологические находки, когда демонстрируется особенность возраста вот этого главного персонажа. Здесь Маша и Медведь с Новым годом, серия. Когда Маша очень хотела встретить Деда Мороза, в итоге Дед Мороз заболел, ну, тоже благодаря усилиям Маши, вот, и нужно было, попросил Дед Мороз, раздать подарки жителям леса. Видно, наверное, да, блокнотик со списком. И Маша, как всякий ребенок дошкольного возраста, безумно обрадовался. Она ждала Деда Мороза. И она решила, что все подарки, конечно, будут ее, поскольку Дед Мороз у нее. Ну вот, с идеей раздать эти подарки, Маша совсем была не готова смириться. Она категорически отказывалась это делать. И здесь, конечно, есть такой мультфильм, это элемент такого некоторого волшебства. А для воспитателя этот ход совершенно понятный. Он тоже построен на знании дошкольного возраста. Дед Мороз касается своим посохом головы Маши, и Маша превращается в Снегурку. И вот совершенно замечательный и хорошо подмеченный момент, когда игровая ситуация совершенно меняет отношения и поведение ребенка. И Маша с готовностью идет вместе с Медведем раздавать новогодние подарки. И даже просит у Медведя, чтобы он дал ей коробочку, чтобы она сама вручила подарок от Деда Мороза тому или иному зверю, зайцу там, ежику или еще кому-то. И вот, понимаете, можно, конечно, двигаться по пути поиска оптимальных и эффективных решений на интуитивном уровне. Но мне кажется, это не совсем профессионально. Все-таки профессиональным будет учитывать психологию детей этого возраста, особенности развития общения детей, особенности развития общения детей как со взрослыми, так и со сверстниками. Поэтому здесь психология позволяет находить очень интересные и соответствующие возрасту решения. Что еще помогает делать психология? Ну вот этот момент построения индивидуально ориентированной работы с детьми, этот момент, конечно, в первую очередь вспоминается прежде даже как бы учета возрастных особенностей. Обычно, когда вспоминают психологию, ее вспоминают как раз в связи с индивидуальными особенностями ребенка. очень настойчиво начинают сейчас говорить об индивидуальной образовательной траектории. И мягко, но все-таки это выступает как некоторое требование для того, чтобы реализовывать вот эти принципы индивидуализации, которые прописаны в нашем стандарте с вами. Эта работа, безусловно, возможна. Но, безусловно, она не простая, потому что детей в группе ни один, ни два. И вот, собственно, индивидуально ориентированную работу в таком идеальном, что ли, варианте выстраивать сложно. Но, по крайней мере, можно начинать и стоит начинать. Это заставляет делать сама жизнь, когда есть какие-то дети, выбивающиеся, скажем, по своим индивидуальным особенностям. Понятно, что больше всего привлекают к себе дети с негативными формами поведения, либо агрессивные, либо с негативной демонстрацией. Меньше привлекают внимания, поскольку меньше хлопот доставляют дети, которые относятся к категории застенчивых. Но, тем не менее, это тоже определенная группа детей, скажем так, группа риска, с которым тоже нужно выстраивать индивидуальное взаимодействие. По крайней мере, если у педагога будет возможность ориентироваться на детей, которые, скажем так, выбиваются и мешают, или представляют собой группу риска, уже будет сделано, на мой взгляд, полдела. Но именно психология поможет понять специфику развития таких детей. Да, безусловно, каждый ребенок индивидуален, но в психологии есть так называемая типология сложностей. И порой очень разных детей можно, скажем так, поместить в определенную группу, в группу детей с демонстративным поведением, детей агрессивных, детей застенчивых и так далее, и так далее. И у каждого ребенка из этой группы, для каждого ребенка из этой группы есть какие-то общие свои подходы, которые помогут, если воспитатель ими владеет, и понимает их, выстраивать и включать детей в общую работу. Так, чтобы ребенку было интересно, чтобы он не мешал другому и включался в образовательный процесс. Вот прошу вас обратить внимание на нижний слайд, где дети выполняют задания. Это взято из чьей-то презентации, как вы понимаете. Но я почему включила этот слайд в свою презентацию? Потому что вот вы видите, что педагогу помимо особенностей поведения ребенка, индивидуальных особенностей, которые проявляются в повседневной жизни, необходимо еще и строить образовательную работу с учетом уровня развития ребенка, для того, чтобы развивать каждого из воспитанников группы. И это можно делать при подготовке занятий, потому что каждое занятие, которое вами готовится, оно может быть продумано как с точки зрения упрощения, так и с точки зрения усложнения задачи. Вы видите, что здесь дети классифицируют кубики по цвету. Это, скорее всего, вторая младшая группа или конец первой младшей. И вы видите, что у мальчика всего два цвета, у девочки четыре. Это значит, что ребеночек справа лучше ориентируется, лучше различает цвета, чем мальчик. И для него, и для этой девочки, прошу прощения, задача образовательная педагогам подобрана более сложная, для того, чтобы в рамках одного занятия каждая задача, стоящая перед каждым ребенком, была развивающей. То есть построение индивидуально ориентированной работы, она включает в себя два варианта, как вы прекрасно понимаете. Это работа с поведением, с общими поведенческими проблемами, и построение образовательной работы с учетом уровня развития детей. Но при чем здесь психология? Конечно, является психология основой для того, чтобы эффективно решать задачи построения такой индивидуально ориентированной работы, для того, чтобы группа работала слаженно, и педагогу, ну, чтобы педагог, скажем так, очень немножко утрируя, но создал себе в первую очередь условия для того, чтобы он эффективно решал образовательные задачи. И без психологии здесь очень сложно. Я уже говорила, да, об особенностях поведения. А вот для того, чтобы продумывать задания, да, кто-то скажет, надо знать методику, но мне кажется, что здесь в основе все-таки лежит понимание закономерности развития того психического процесса, на развитие которого направлено это задание. Если не знать этого, да, то, да, конечно, можно интуитивным путем продвигаться, но все мы прекрасно понимаем, что это не есть оптимальный и профессиональный путь. Ну, и на самом деле открывать каждый раз велосипед, наверное, не является продуктивным. Все-таки лучше, если педагог будет пользоваться теми психологическими знаниями, которые у него есть, или, по крайней мере, которые у него должны быть. Еще одна сторона работы, которую вы тоже прекрасно знаете. Я хотела коснуться ее немножко с другой стороны, взаимодействия с теми воспитанников. Уже много можно говорить здесь о разных формах, о проблемах, но мне кажется, что если бы педагоги привлекли собственные знания или бы получили свой арсенал знаний психологические, им бы было проще понять и самих родителей, и выстраивать их взаимоотношения. И здесь речь идет не о том, чтобы педагог хорошо знал психологию взрослого человека. Здесь, мне кажется, очень важным являются знания о детско-родительских отношениях. Потому что, разговаривая с родителем, невозможно, чтобы быть эффективным, мне кажется, невозможно не понимать, какой модели придерживается воспитатель, как выстраивать разговор с ним на его языке, так, чтобы донести свои рекомендации до того или иного родителя. Да, конечно, там можно много говорить о выстраивании партнерских отношений, но мне кажется, что вот если мы будем говорить об отношении педагога и семьи, мне кажется, что здесь педагог должен выступать таким советником и помощником, потому что некоторые сложности, которые мы наблюдаем в поведении детей в детском саду, они связаны с тем, как ребенок развивается, какие условия есть в семье, и без понимания этого нам будет очень сложно преодолевать те сложности, которые у нас есть в самом образовательном процессе. А простого выговора, скажем так, или, ну как обычно, высказывание своих претензий в мягкой форме родителям на плохое поведение, в кавычках, ребенка, они бывают малоэффективны и порой могут иметь совершенно обратный эффект. А вот если педагог понимает, какой модели придерживаются семья, воспитание ребенка, что необходимо сделать для того, чтобы немножечко изменить позицию родителей в пользу ребенка, вот на эти вопросы дает, безусловно, ответы психология. Потому что, еще раз повторю, педагогика, она дает ответы на вопросы, как выстраивать, какие средства использовать, а содержательно, что говорить, почему говорить, что выбрать для разговора в качестве центральной темы. Мне кажется, что без психологических знаний такое взаимодействие будет крайне затруднительно. есть некоторые моменты, которые упускаются педагогами, хотя это является составляющей, такой неотъемлемой составляющей деятельности воспитателя. Может быть, это перекликается с построением индивидуально ориентированной работы воспитателям. Но очень важно, с моей точки зрения, чтобы педагог не просто транслировал какие-то педагогические методики. Если он реализует какую-то дошкольную образовательную программу, то чрезвычайно важным является знание теоретических, психологических основ программы. Потому что каждый автор, автор программы, особенно вариативных, авторских, они, авторы, исходили из того, как они представляют себе дошкольное детство. Что является центральным, какая линия развития является центральной в этом возрасте. И, собственно, каким результатом, каким новообразованием должна привести задуманная авторами программа. И в каждой программе есть как бы свой нюанс, свои особенности, которые не учитывать при реализации программы невозможно. Здесь вот я привела программы, которые, с моей точки зрения, являются такими целостными, в основе которых лежит некоторое целостное теоретическое представление о дошкольном детстве и о том, как лучше организовать образовательный процесс для того, чтобы у ребенка были развиты, например, в программе развития познавательные способности, в тропинках было развито продуктивное воображение, в золотом ключике воображение и воля, в радуге, помимо образа «я», произвольность, продуктивное целеполагание и так далее. Такие же качества, выделенные авторами детства, истоки, они созвучны с ВГОСом. Но при этом вот эти программы, они сохранили свою специфику, свою самобытность. И если реализуется какая-то из авторских программ, мне кажется, очень важным понимание воспитателями того, что предлагают авторы в своей программе. Потому что ни одна из этих программ не противоречит стандарту, но представляет собой такую целостную систему работы с детьми дошкольного возраста. И, безусловно, любую программу педагогу нужно как бы приложить или адаптировать к своей группе, к своему возрасту. И здесь, может быть, я уже повторюсь, без понимания психологии, без психологических знаний может быть очень сложно, может быть очень сложно. Потому что здесь при разработке и при адаптации программы под свою группу нужно знать и возрастные особенности, и варианты индивидуальных, индивидуальные, прошу прощения, варианты развития детей, такую типологию. Без этого будет очень сложно эффективно реализовывать эту программу. Да вы знаете, на самом деле, даже если вы просто возьмете методики разные, разрозненные, или такую самую популярную нашу программу, которая, на мой взгляд, таким образом выстроена, то все равно в чистом виде методику реализовывать с конкретными детьми очень сложно. И все равно ее нужно адаптировать под конкретных детей, чтобы и интересно было детям, и чтобы был развивающий эффект. И без психологических знаний здесь, мне кажется, не обойтись. Причем, понимаете, это знания не такие вот поверхностные, а это действительно должно быть составляющей профессионального сознания воспитателя. Почему, собственно, вот этот разговор я предложила, вернее, даже не разговор пока, а только собственные высказывания, потому что педагог очень часто находится в таком постоянном поиске, да, каких-то новых интересных средств, способов, потому что важно чувствовать, что ты не застыл, что ты не стоишь на месте, что ты продвигаешься. И поэтому очень многие педагоги открыты инновационным процессом и очень часто с большой готовностью принимают те инновации, которые, скажем так, есть на рынке дошкольного образования. И здесь, конечно, очень трудно оставаться, скажем так, в поле профессиональном, потому что мне кажется, что к инновациям воспитателю необходимо относиться в большей степени критично, чем быть готовым к их восприятию. Почему критично? Ну, во-первых, да, например, вот возьмем достаточно распространенную систем-технологию. Является она инновационной, новаторской? Нужно прямо вот переходить на эту стим-технологию и, забыв какой-то опыт, броситься окунуться в эту стим-технологию и считать, что вот это новое слово в дошкольном образовании. Ну, во-первых, здесь как бы еще пока речь идет не о психологии, а вообще как бы об истории дошкольного образования в России. Я бы хотела сказать, что на самом деле в этом подходе я не вижу очень принципиально нового, чего не было в нашем дошкольном образовании до ТОКу. потому что детей знакомили с элементарными математическими представлениями, у детей было представлено такие деятельности, как конструирование, последнее время дети экспериментируют довольно много и с интересом, поэтому говорить о том, что стим-технология привносит что-то новое в нашу систему, мне кажется, это как минимум несправедливо по отношению ко всему опыту дошкольному. Вот. Ну, а если мы будем говорить о психологии, то с точки зрения психологии здесь не предложены какие-то новые, ну, наверное, слава Богу, какие-то новые цели дошкольного образования и способы работы с детьми. Здесь, собственно говоря, организуются разные детские деятельности, которые направлены и на развитие мышления, и на развитие воображения. Спросите вы, наверное, что же тогда в этом плохого. Вот, знаете, я бы сказала, в самой, наверное, стим-технологии нет ничего плохого. Мне кажется очень рискованным, что ли, безоглядно бросаться в новую терминологию, потому что она иногда может приводить к очень негативным влияниям. влиянием, ну, может быть, не совсем на конкретных детей, но на дошкольное образование точно. Ну, вот, например, да, ну, как вчера, вот, мы беседовали с магистрантами, и магистранты стали говорить о том, что, в общем, по сути-то, вроде, никаких возражений нет, это только дело в словах, но, как вы понимаете, слова, особенно, если мы говорим о профессиональном, о профессиональной деятельности, именно слова, термины и понятия здесь очень важны, очень важны, потому что за каждым термином, за каждым понятием, а в частности психологическим, стоит определенное содержание, и стоит определенное условие для того, чтобы это содержание давать в работе с детьми дошкольного возраста. Ну, вот, например, внизу картинка, да, сейчас было популярно и, наверное, остается развитие инженерного мышления. Слава Богу, стали говорить о предпосылках прединженерного мышления. Ну, уважаемые педагоги, да, мне кажется, что стоит отстаивать какую-то целостность дошкольного образования, потому что есть специфика возраста, и об этом говорили великие ученые и Выгодский, и Конин, и Александр Владимирович Запорожец, есть самоценность каждого возраста, и вот, если говорить о ценности дошкольного возраста, да, все мы с вами прекрасно понимаем, что в этом возрасте складываются очень важные и ценные вещи, которые важны для человека, для его жизнедеятельности, а нам предлагают начинать выращивать инженеров с дошкольного возраста, а если человек не склонен к инженерным задачам, будет, да, если человек с детства проявляет интерес к творчеству художественному, значит ли, что мы этому ребенку не будем давать конструирование, это было бы сверх большой ошибкой, потому что конструирование, оно, ну как это сказать, покорректнее, конструирование в детском саду не формирует предпосылки прединженерного мышления, конструирование конструирование в детском саду это удивительная деятельность, которая позволяет развивать у ребенка самые разные качества и планирование деятельности, и наглядно-образное мышление, и продуктивное воображение, и мелкую моторику, то есть перечислять достоинства этой деятельности и влияние этой деятельности на развитие детей можно бесконечно, но почему-то сейчас сторонники вот такого направления формирования предпосылок прединженерного мышления, это особо отдельная история, что это такое, выводят вот на такой вывод, а это неправда, это неправильно по отношению психологии ребенка и условий развития ребенка, нельзя, в общем, даже многие говорили о том, что и Владимир Тойч Кудрявцев, и Александр Владимирович Запорожец, может быть, в другой последовательности стоило бы их упомянуть, что специфика детских деятельностей как раз в отсутствии специализации, а мы начинаем вводить эту специализацию с дошкольного возраста, и, например, вот ранняя профориентация, вот, понимаете, слова-слова, но, как это сказать, здесь приходит на ум фраза, как мы корабль назовем, да, так он и будет жить, и мне кажется, что все-таки, если мы будем использовать какие-то профессиональные термины, то это должно быть чрезвычайно грамотно и очень аккуратно и осторожно, потому что, ну, что значит ранняя профориентация, что, в принципе, с точки зрения психологии является профориентацией, это формирование определенных профессиональных компетенций, профессиональных знаний, ведь сторонники этого направления говорят о том, что знакомство детей с окружающим миром, в частности, что было давно в детских садах, знакомство с миром профессии, это относится к задачам ранней профориентации. Ну, вот, понимаете, возражения, скажем так, возникают как раз в связи тем, как это все называется. Здесь не происходит ранней профориентации, здесь ребенок знакомится с миром профессии, ну, и согласитесь, что реально, когда ребенок будет стоять перед вопросом выбора профессии, а это будет лет через 14, согласитесь, что мир профессии может измениться, профессии, с которыми мы знакомили в то время, когда ребенок был маленький, могли тоже измениться за это время. Так что мы делаем? Раннюю профориентацию проводим, при этом формируем какие-то качества, которые будут нужны ребенку, или мы просто знакомим детей с окружающим его миром и миром взрослых людей. Мы у них с точки зрения психологии формируем представление об окружающем. Ребенок понимает, что для того, чтобы стать взрослым, надо учиться, чтобы для того, чтобы стать взрослым, надо завершать дела до конца и так далее, и так далее. Ну и последнее наверняка, это вот вы поняли, это обучение финансовой грамотности детей. здесь, вы знаете, такая долгая пауза, потому что много эмоций, и вот вы знаете, такое впечатление, что вот многие инновации, я не говорю обо всех, вы поймите меня правильно, я говорю о том, только что воспитатели должны очень критично и профессионально относиться к тому, что, скажем, носится над дошкольным образованием. И вот эти инновации, знаете, вынуждают воспитателей все эти идеи адаптировать к дошкольному уровню, адаптировать таким образом, чтобы это было понятно детям, чтобы они увидели смысл в этом, ну и воспитатели в том числе. И вот эта финансовая грамотность, она может быть была бы и хороша, если бы мы были уверены, что та информация, те качества, которые развиваются у детей, они были в соответствии с возрастом, в соответствии с возрастом и возможностями детей. А это далеко не всегда так. Поэтому вот инноваций много, есть очень интересные находки, есть интересные решения, возникающие в практике дошкольного образования решений, но проблем, да, решений проблем. Но мне бы хотелось, чтобы психология помогала вот в этом огромном мире инноваций воспитателям критично и профессионально относиться к каким-то новшествам и наверное к новым решениям, к таким вот течениям. Иногда говоря об инновациях многие приводят в качестве аргумента слова нашего президента. Но вот может быть я скажу какую-то недопустимую мысль, но мне кажется, что говоря о ранней профориентации, вряд ли наш президент имел в виду детей 5-6 лет. Вряд ли, говоря о финансовой грамотности, Анна Демьяновна Шатова предполагала, что это может получить такое широкое распространение. Вот. Но мне кажется, что ко многим вещам, которые существуют в общем образовании, надо относиться критично и удерживать специфику возраста. А эта специфика не в том, что дети любят играть и через игру можно им дать все, что угодно, потому что дети дошкольного возраста чрезвычайно пластичны, чрезвычайно гибки и восприимчив ко всему интересным. Здесь очень важно понимать, что мы это делаем не в ущерб основным целям и задачам этого возраста, что мы не занимаем время на то, чтобы у детей сложились вот эти качества, сформировались эти новообразования, которые чрезвычайно важны в принципе для человека и для его жизни в дальнейшем. Не только для школы, а вообще для жизнедеятельности человека, для его жизни в обществе вместе с людьми. Поэтому, когда мы говорим о специфике дошкольного возраста, имея в виду психологию детей дошкольного возраста, здесь надо быть предельно четкими, конкретными и использовать очень адекватно ту терминологию, которая есть в нашем профессиональном поле. Я сейчас вспомнила, хотя не планировала об этом говорить, в свое время, когда еще мы были молоды, у меня был разговор с Людмилой Филипповной Абуховой, с Людмилой Филипповной Абуховой по поводу термина адаптация. Людмила Филипповна была противницей использования этого термина в психологии. И когда мы, например, говорили о психологических условиях адаптации детей к детскому саду, было видно, как Людмилу Филипповну просто напрягает сама постановка вопроса, потому что адаптация это термин, который пришел совершенно из другой науки. И она стояла на страже чистоты вот этой психологической терминологии. Поэтому, говоря о критичном отношении к инновациям, мне кажется очень важным, чтобы педагоги сохраняли чистоту и точность тех терминов, которые мы используем. Если вы помните, к сожалению, я вас не вижу, но может быть среди вас есть педагоги, как их называют, стажисты, которые давно в детском саду. Может быть вы вспомните в свое время, даже когда существовала еще Васильевская программа, которая была Васильевой, там было одно из направлений развития детей трудовое воспитание. И ставился вопрос о трудовой деятельности. И тогда люди, ученые говорили о неправомерности использования термина трудовая деятельность в дошкольном возрасте. Они всегда выступали за точность формулировок, за их корректность. Потому что еще раз я повторю, когда мы используем психологическую терминологию, когда мы используем ее особенно для аргументации каких-то инноваций, очень важно сохранять эту чистоту и ну как бы традицию. В психологии сейчас тоже это как бы не болезнь только дошкольного образования, дошкольной педагогики, но и в психологии использовать термины, которые скажем так новые, привнесенные. И люди как бы традиционные, а я на самом деле традиционный человек, потому что весь опыт развития психологической науки, детской психологии, он шел определенным путем, потому что психология изучает особенности и закономерности развития психики человека, и психология это наука, поэтому она строится и использует научные термины, за которыми стоят определенные реальности, да, и я могу рассуждать о, допустим, умственном развитии детей дошкольного возраста, говорить о том, какие условия необходимы для того, чтобы развивать интеллект, и какие интеллектуальные задачи может решать человек с помощью этого процесса, мыслительные задачи. Но для меня совершенно чуждыми, например, являются понятия эмоциональный интеллект, социальный интеллект. Почему? Потому что интеллект это в принципе психический процесс, который позволяет выстраивать связи, отношения между предметами, элементами действительности, да, а вот какова действительность, либо это мир эмоций, либо это мир отношений, это уже другое дело, и никакие специфические операции мыслительные в этом смысле человек не производит. Он просто решает с помощью мыслительных операций определенного рода задачи, специальных мыслительных операций нет. И тогда, когда мы говорим, например, об эмоциональном интеллекте, мы говорим о интеллектуальных операциях, и еще о том, что прямого отношения к такой психической функции, как мышление, не имеет, например, представления детей об эмоциях, умения детей различать эмоции. Это про что-то другое, но не про эмоции. И поэтому мне кажется, что вот это так, как бы, болезнь современности, вот, настоящего времени, да, это, как бы, проблема, которая распространяется на очень многие сферы. Ну, послушайте споры политиков о том, что такое демократия, да, они тоже сталкиваются с тем, что под демократией понимаются порой разные вещи. Но вот мне кажется, что психология поможет удерживаться воспитателям вот в этом профессиональном поле и владеть профессиональным языком. Вот последний слайд, который я хочу вам предложить. Это цитата из интернета, цитата из одной из презентаций педагога. И вот это такая с моей точки зрения иллюстрация того, что ну простит меня, наверное, этот педагог, а может и не простит, что тоже неплохо, но мне кажется, что это как раз один из многочисленных примеров того, что некорректно, непрофессионально используется профессиональная терминология. Ну начну не с первого, с метода бионического конструирования, а начну с развития наглядно-схематического мышления. Вот понимаете, как все-таки встреча с такими терминами, она каждый раз вызывает желание порекомендовать людям все-таки обратиться к истокам и почитать классические труды о развитии мышления и о видах мышления и соответственно основаниях, на которых строятся разные классификации видов мышления. Нет наглядно-схематического мышления, есть наглядно-образное мышление в силу того, что этот вид мышления выделен благодаря тем средствам, которые использует человек для решения задач, с которыми он сталкивается. Вот что такое прединженерное мышление? Обычно прединженерное мышление связывают с исследовательской деятельностью, с проектной деятельностью. Я на этом не останавливалась, но это из той же серии. Нет подлинной исследовательской деятельности у детей этого возраста. Достаточно посмотреть, как определяется эта деятельность. нет и проектной деятельности по большому счету. Я понимаю, что может на меня сейчас обрушиться масса негодований, но нет проективной деятельности у детей дошкольного возраста. Ребенка включают в эту деятельность. И вот одно предложение, одно предложение, которое с уверенностью мне позволяет говорить о том, что владение профессиональным психологическим языком это просто воздух для педагога, для того, чтобы он отстаивал ценность дошкольного образования. А вот метод бионического конструирования, вы знаете, к нему я не имею никаких претензий, потому что это вещь интересная, оно существует во взрослом мире, но как его использовать в дошкольном возрасте, это особый разговор. Здесь нужны исследования, ведь говоря о том, что психология это основа профессионального сознания воспитателей, мы должны понимать, что психология прежде всего наука и должны воспитатели владеть профессиональной терминологией, психологической терминологией. Почему я на этом настаиваю? Потому что я хотела бы, чтобы сохранилась целостность и важность дошкольного возраста, а это может быть обеспечено только благодаря неразрывности педагогики и психологии как наук и владения этими науками людьми, которые работают с детьми. И тогда может быть случится такое, что воспитатели смогут отстаивать ценность дошкольного возраста, не подстраиваться под какие-то ситуативные вещи, сиюминутные, а сохранять вот эту ценность детства дошкольного, сохранять универсальность того, что происходит в этом возрасте и ограждать его, поскольку в этом дошкольном возрасте формируются чрезвычайно важные качества, которые необходимы будут в дошкольном детстве. Ну и еще маленькие я уже за время выбираюсь. Мне кажется, что психология очень важна здесь и для профессионального развития воспитателя, потому что психология поможет человеку понять себя, поможет провести рефлексию, понимание, осознание своей собственной деятельности, потому что профессиональное развитие это прежде всего вещь, обусловленная разговором профессиональным самим собой. Не просто самоучижение и всякие ярлыки, которые мы можем на себя навещать. Психология поможет разобраться в деятельности, которую каждый из вас реализует каждый день в работе с детьми. Что я сделала не так? Почему произошла такая ошибка? Где об этом можно почитать? И здесь, конечно, будут очень важными помощниками педагогика и психология. На этом я заканчиваю и благодарю вас за внимание, потому что для меня этот разговор очень важен. И если у вас есть вопросы, я с большим удовольствием на них постараюсь ответить и еще раз повторить, что психология это все-таки одна из основ профессиональной деятельности, выражена на собственную профессиональную деятельность. мне кажется, что это очень важная вещь в работе. Кстати, забыла сказать, вот такое отношение к тому, что у меня есть и у моих коллег, наблюдаем мы в публикациях самых различных, в интернете, и когда слушаем каких-то меня правильно послужило тому, что мы с коллегами начали спасибо дошкольному воспитанию, начали такой проект, приглашаю вас присоединяться к нему, проект контрольный по психологии для воспитателей, потому что с нашей точки зрения психология должна быть инструментом для воспитателя, он должен использовать эти знания. Психологию, конечно, читают, конечно, когда обучают воспитателей, такие дисциплины есть, но вот я перед лекцией забралась в различные учебные на первом-втором-втором курсе, а профильные дисциплины естественно им дают позже. И главное здесь, чтобы психологические знания не существовали отдельно, а чтобы они, эти знания, были основой для построения профессиональной деятельности воспитателя. И это очень важно. И тогда, наверное, возрастет и статус воспитателя. Ну, прежде всего, педагоги на самом деле заслуживают большого уважения, а еще они заслуживают того, чтобы они сами о себе были высокого мнения. И мне кажется, что вот здесь психология тоже помогла. Поэтому психология для воспитателя это чрезвычайно важная наука, которая позволит внести достаточно много важного и интересного в вашу профессиональную деятельность. Ну, наверное, на этом я закончу, потому что я так разогналась, я бы вам, наверное, еще что-то рассказывала, вот, потому что эта тема очень острая, очень болезненная у нас. на самом деле, потому что когда слышишь, что говорят воспитатели, чему они радуются, каким новациям, то сначала расстраиваешься, а потом понимаешь, что с этим что-то надо делать. Собственно, поэтому, наверное, появилась такая не столько познавательная лекция, которая бы вам дала какие-то новые знания, а тема, которая, наверное, обратила бы ваше внимание на вот те стороны, которые я затронула в своем сегодняшнем вещании. Теперь я готова ответить на вопросы, если они у вас есть, ну, если смогу, отвечу на них. Да, Ирина Анатольевна, спасибо большое за лекцию вопроса от нашего участника, вопроса об эмоциональном интеллекте. Почему нельзя использовать этот термин для обозначения совокупности способностей ребенка к распознаванию собственных и чужих эмоций, саморегуляции и эмпатии? Ну, из-за того, что я уже спешила, я на этом, наверное, долго не останавливалась. Мне кажется, что эмоциональный интеллект, вот то, что я говорила, интеллект – это вполне себе определенный психический процесс, да, связанный с мышлением. А распознание эмоций, это, ну, распознание еще может быть, да, связано с эмоцией, с мышлением, а вот саморегуляция и эмпатия, они прямого отношения к интеллекту не имеют. Поэтому, мне кажется, мне кажется, вы можете со мной не соглашаться, у меня не позиция учителя и авторитарного учителя, да, мне кажется, что саморегуляция это не про интеллект, это не про мышление, и эмпатия это тоже не про мышление, это другая способность, другое качество человека. Не знаю, смогла я ответить, Лилит, или нет, может быть, она скажет, убедительна была я или нет, я тогда буду в следующий раз подбирать другие аргументы, чтобы донести свою точку зрения. Но мне кажется, что вот совокупности, понимаете, это совокупность способностей, среди которых интеллект это часть, а все остальное не относится к интеллекту. И вот как бы это смущает, да, потому что все совокупности, они должны получать какое-то свое название. Это тогда не эмоциональный интеллект, а что-то должно быть другое, должен быть другой термин, который включает, который включает в себя в том числе и интеллект, и способность решать мыслительные задачи в эмоциональной сфере. Хотя мне кажется, что если человек умный и образованный, имеет достаточный набор представлений об эмоциях, то он сможет решить любую эмоциональную задачу. А вот саморегуляция эмпатии это уже про другое. Я могу различать эмоции, а вот по сочувствам я, в общем-то, может быть, и не захочу или не смогу. Тут уже другой вопрос, не связанный с моим интеллектом, назовем его эмоциональным. Это из другой сферы, это из другой области психического развития человека. Так мне кажется. Олеся, у меня, к сожалению, не хватает времени публиковать про эмоциональный интеллект, но вот я надеюсь на магистрантов, что у меня будет достаточно материала, и мы тогда опубликуем. Ну, по крайней мере, те исследования, которые проводятся, они мне, в общем, они меня не переубеждают. И как раз говорят о том, что это немножечко про другое. Как только будут публикации, я обязательно, может быть, в Фейсбуке обязательно дам знать об этом, о публикациях про эмоциональный интеллект. Что посоветую про эмоциональный интеллект? Ой, не могу ничего посоветовать, честно вам скажу. Я, знаете, что могу посоветовать в духе сегодняшней лекции? Вы читайте и анализируйте. Вот сами читайте, что печатается про этот интеллект и сами выбирайте, что относится к интеллекту, а что относится к другим сферам психического развития. Я бы, наверное, вот так попробовала ответить. Чуть-чуть отлынивая, конечно, от прямого ответа. Еще есть вопросы? Пожалуйста, участники, не стесняйтесь, включайте микрофон, задавайте вопросы, озвучивайте какие-то, может быть, наболевшие у вас что-то есть или какие-то интересные, может быть, коротко опыт. Вот вопрос от Лилит, интеллект же в целом это инструмент познания, способность к эмпатии тоже, по-моему, детерминированно уровнем знания об эмоциях, как сочувствовать, не понимая, о чем речь. Ну вот смотрите, Лилит, вы даже в своем вопросе разделяете, интеллект это инструмент познания, а способность к эмпатию, она детерминирована, но это значит что-то другое. Понимаете? И мне кажется, не совсем корректно объединять разные способности под понятие, в котором присутствует только часть этого целого, этой совокупности. есть ли еще вопросы? Уважаемые коллеги, ну, я, наверное, тогда скажу, что если вопросов нет, то и вы до сих пор с нами, значит, наверное, я можно сочувствовать формально, но не чувствовать этого. Ну, может быть, не знаю, здесь, вы знаете, про эмпатию, про вот эти все вещи, которые связаны с эмоциями, не про эмоциональный интеллект. Я бы, чтобы лучше разобраться в этом и понять, порекомендовала, во-первых, их перечитать Александра Вадимовича Запорожца, который исследовал и очень много, ну, по крайней мере, было это его такой любимой темой, как он ее совмещал с директорством института, не знаю, но, по крайней мере, это была его любимая тема, это эмоциональная регуляция в дошкольном возрасте, развитие эмоциональной регуляции, появление эмоциональных образов, вот, и все, что касается развития эмоций, что развивалось и исследовалось в лаборатории Института дошкольного воспитания, у Александра Владимировича была такая лаборатория для души, я так понимаю, лаборатория эмоций, это исследование, я назову фамилию, а вы уже тогда в интернете ищите, ну, во-первых, достаточно известная для дошкольников книжка эмоциональное развитие дошкольников под редакцией Анны Дмитриевны Кошелевой, да, вот, во-вторых, это исследование Неверович Едвиги Зенонны, это исследование Людмилы Петровны Стрелковой, которая занимала симпатией, вот, и мне кажется, что, как бы, развитие идей Запорожца в исследованиях под руководством Неверовича, они имеют очень большое и важное значение, и в частности, в понимании, вот, нашей выработки, вот, к этому термину эмоциональный интеллект. Вот, ну, сочувствовать формально я не очень понимаю, что это значит, то, да, наверное, это как бы, ты понимаешь это, потому что ты же переживаешь по поводу того, что не с тобой происходит, вот, но эмпатия же не ограничивается только сопереживанием, там должно быть еще судействие, поэтому здесь с эмпатия не все так просто. Вот, эмоциональный интеллект всех затрагивает, я не специально спровоцировала вопросы на эту тему, вот, но я если еще продолжу, если вы еще с нами, значит, наверное, для вас тоже эта тема важна, и я буду очень рада, если эта тема не останется только среди нас, а вы сможете это обсудить со своими коллегами, и как-то прыгаться вот в том, чтобы психологические знания были такой неотъемлемой частью вашего профессионального сознания, скажем так. Уважаемые коллеги, есть ли еще у вас вопросы по теме сегодняшней? Ну, наверное, если вопросов нет, признательность вам за интерес к этой теме, буду благодарна вам, если вы эту тему понесете в массы, будете обсуждать, и это поможет вам быть более точными в той терминологии, в том профессиональном языке, которым вы пользуетесь. Спасибо вам большое за внимание. Удачи вам. Спасибо, Ирина Анатольевна. Спасибо. Профессии, жизни и берегите себя. Спасибо всем участникам, спасибо нашему докладчику, уважаемой Ирина Анатольевна, очень было интересно. И всем профессиональных успехов, удачи и добро пожаловать на наш публичный лекторий МГППУ. Всегда рады видеть вас. Всего доброго, до свидания.